Как спасать брошенных животных, когда люди их бросили? Сегодня мы рассмотрим два материала. Один из Херсона. Вот смотрите, в общественном месте, где проходят тысячи людей, уже, наверное, месяц сидит кот исхудавший. И вот как в Киеве, в многоэтажках, тоже много осталось животных. Смотрите, как придумали, глазок высверливать. И потом той трубочкой вот льют жидкость. Вот с бутылки тут вот льется жидкость. Потом еще берут, сейчас мы видео глянем, как делают дырки в дверях. И вот смотрите, вот такая вот дверочка внизу. Вот спасенный кот. Ну то есть такая проблема, что там в Киеве они многие поуезжали. Это десятки, сотни тысяч. Кто-то в панике не взял домашнее животное, кота, собачку. И они в квартирах одни просто с голоду умирают. Представляете этот весь ужас? И вот смотрим, это была публикация месяц назад, это массово делали, полтора месяца назад. А вот это сегодняшняя Херсонская, это сегодня 20 апреля 2022 года. Вот одна фотография и вот вторая. Тут вот, видите, такое вот заведение, сели и съели. Кулинария. Тут рядом действующий киоск, смотрите, торгующий. И что, киоскеры не знают? Вот увеличить, смотрите. Потом вот эту карточку увеличить. Пишут, что кот исхудавший, закрытый. Вот. Вот такой котик. Ну, может его и открывают, смотрите. Тут еще вроде он как бы это. Может просто кормят и приходят, не знаю, но судя по тому, что у нас куча чиновников, сейчас еще работает все. Это должна мэрия прийти, городская власть. И у них есть кто хозяин, они могут позвонить этому хозяину, чтобы он пришел и выяснить с этим котом, потому что это уже большой резонанс. Тут, смотрите, 25 комментариев, 243 человека поделились новостью с новостной группы Херсон и окрестности группа. И надо это как-то решить. Водельцев то можно вызвонить и придут с ключами, либо пускай домой заберут. Тут надо как-то быстро этот вопрос решать. Есть же все координаты, их не все. А если нету, то тогда уже пишут в комментариях. Стекло разбейте. Мы уже 11 кошек и котов кормим. Хозяева уехали, 5 собак. Сейчас надо кому-то отдать кошечку и котенка. Видите, еще вот ответы. Да разбейте окно, освободите и покормите животинку. Спасите котика. Это просто площадь ДЖД вокзал железнодорожный. И там рядом остановка общественного транспорта. Я просто не представляю, как это никто не озаботился раньше этими котами. Что за люди. И рядом рынок вокзальный. Все идут мимо оттуда этого всего. Вот представляете, как вот это все бывает. Что пока в социальной сети не начнут обсуждение. Но я надеюсь, что теперь я потом под видео спустя отдам дополнение. Как решился этот вопрос, если я увижу. Сели, съели. Ну что ж вы хозяева. Хотя у меня такое ощущение, что он просто привык кот там жить. И хозяева его просто там оставили и кормят, скорее всего. Мне так кажется. Потому что бывает, что животные так привыкли к своему магазинчику там или где они живут на производстве. Что их даже оттуда потом и не заберешь. Они будут скучать. И вот этот материал киевский. Тут им звонят потом этой волонтерской организации за границей, кто уехал. И просят, называют номер квартиры. И просят, ну как-то вызволить. Они получали 100 запросов в день, а сейчас 800. Представляете? Зоопатруль, зоологический патруль. Это 13 патрулей таких по Киеву. Представьте масштабы. Вот это вот. И вот так вот они. Это вот. А потом еще делают дырку в стене. Ну сейчас попробуем видео запустить. Смотрите, видели, как той строительной штукой сделали дырку. Гляньте, животинка как выходит, кошечка. О, что корм ей в руке дает он. Какая красота, конечно, что спасают. И водичку надо. Вот так вот. Потом как еще делают. Видите, вырезают в двери. Двери эти же не сильно толстые. Можно выпилить. И вот потом спасенные. И собачка. Тут как они спасают. Очень славно Ирина не приедет к Киеву. И взяли его потом на кормежку того собаку. Видать, людям раздают. Пока зоопатруль больше спасает котиков и собачек. Потому что для спасения животных, закрытых в клетках, хозяева должны дать дозвину разрешения на срез петель в дверях или прислать ключи от квартиры почтой. Вот еще, видите, петли срезают. Попугайчики, все. Сколько этих всех животинок. Как вот в гугл форму они оставили. Как обратиться. Ну я не знаю, может дать под видео ссылку этой гугл формы. Я тогда уже скопирую и дам эту гугл форму. Что запомните, если кто с Киева смотрит видео. И сделайте такое в своих городах, если где такая есть необходимость. А так на ютуб канал переходите. У меня котам и собакам вообще есть отдельные плейлисты посвящены. Там уникальные авторские видео. И самый шипящий кот в мире, котенок черный. Плейлист. И по собакам отдельный плейлист. Также можно упорядочить видео на ютуб канале. Самые популярные видео выбрать. Какие это вот. Четырехколесный велосипед для взрослых. В Херсоне делают конструкции эксклюзив. И трехколесный показанный там тоже. Амарант, который Петр Первый запретил. Хлеб с него раньше делали и масло. Он как инопланетное растение. Ну и плейлисты. Вот вкладка, видите. Плейлисты. И обязательно прочтите о канале. Вот этой. Тут есть реквизиты. Ну, о животных нужно заботиться. Так что, вот плейлисты я вам открою. Все плейлисты берете. Тут вот по животным. Для души уже посмотрите. Кошки и коты. 153 уникальных видео. И на собаке 124 видео. В плейлистах. Еще вот интересные мгновения Херсона. Тут первые 4 видео. Такие сборники кратких фрагментов. Уникальных. По 3 минуты. Там буквально на каждый фрагмент идет 10 секунд. И очень интересно и динамично сделаны. Фактически там лучшее, как можно сказать, показано разносторонне город. Что много с разных сфер. Кусочки по 10 секунд идут. Вот так оно делаешь для души. Видеоблог. Только, конечно, отдачи финансовой от него мало. Поэтому я вам говорю, перейти в вкладку о канале. И у кого добрая душа. Гляньте. Сможете ли вы помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.